Всем огромный привет! Меня зовут Ирина и сегодня я навожу порядок на своем столе. Вот здесь у меня все-все-все-все-все навалено. Хочу это все разобрать и разложить по коробочкам. Мы часто переезжаем, это я уже много раз говорила, и поэтому как такового у меня, моего стола нету. И поэтому вот этот большой стол у меня как бы от принадлежности все, так и для компьютера. Вот у меня тут ноутбук. Тут еще у мужа стоят эти рации. А это, кстати, у нас место воздуховлажнителя, да. У нас есть нормальный воздуховлажнитель, но он сейчас в другом месте. В общем, вот такой у меня стол. Сейчас я из этого постараюсь привести что-то более-менее божеский вид. Вот здесь у меня будут лежать те крема как про запас. Очень много тут мы накупили всяких разных. Кстати, вот это вот новенькое, такое еще не пробовала из серии бархатных ручек. Попробуем. Это у меня из-за рефлейма. Здесь вот крема, которыми я не пользуюсь. Подумаю, возможно, уже выкину, чтобы они места не занимали. Пока все сюда сложилось, сейчас сверху закрою. Может быть, даже еще оберточной бумагой оберну. Это у меня обычная из коробок из-под обуви. Это отнесется в ванную и все новые. Гель для душа тут. Шампунь. Это чем я пользуюсь, чтобы у меня всегда под рукой было. Вот эти, кстати, тахи. Они такие прикольные. Смотрите, они такие маленькие. Вообще, они, конечно, тут почти... Тут написано даже 70% алкоголя. Короче, спиртовые, спиртовые. Но они такие прикольные. Что-то напоминают детство. Такой запах нежный. И вот такие у них классные коробочки. Вообще классные. Тут еще с Парижем. У меня вообще любимая тематика. Это филевая башня. Все такое павышское. А это вот у второго фиолетовая такая вот коробочка была. Сейчас я их выкину. Хотя так жалко. Они такие прикольные все. В общем, мы теми сейчас их, можно сказать, поливаясь. Мне не жалко их истратить. Все они очень-очень дешево стоят. Но, тем не менее, мне очень нравится. О, это, кстати, новый тоже дезодорант или диспистик. Он открывается так вот. Ну, да, двумя руками откручивается. То есть, сейчас он как бы кверху головой стоит. Типа написано для того, чтобы до последней капли там все истратить. То есть, у них новая такая упаковочка. Тоже пока запах нравится, но пока еще только пробую. Не знаю, как оно. Долговечно, недолговечно. Здесь у меня из новая зря этим брызгалки такие. Ну, не духи, как они называются-то? Парфюм, короче. И мои любимые. Да, это вообще. Мне, кстати, теперь понравился Жидо Диор. Тоже розовенькое оттенок. Там у них есть желтый, по-моему, розовый. Еще потемнее. Ну, в общем, это Мисс Диор розовая. Там же Жидо Диор. Следующий на очереди в моих планах на покупочки. В общем, все вот это вот разбираем. И сейчас покажу, наверное, что уже в конце получится. Это я заполню под все для Максимки Соленка. Там крема их, присыпки, масла и так далее. Ну, еще подумаю, куда-то это всякую мелочь. Заколочки с бижутерием одевать. Ладно, все в процессе у меня. Это у меня такая промежуточная стадия. Я вот тут сложила. Это вот крема и для Аленки с Максимкой. Кстати, на заднем фоне Аленка там так засыпает. А здесь я разложила наконец-то свои помады, лаки, карандаши. Все ровно. Насколько это хватит, я не знаю. Ну, перед Новым годом хотя бы будет порядочек. Вот, кстати, есть некоторые такие новиночки. Я про них потом отдельно расскажу. Кстати, они у меня уже полюбились. Здесь я поставила все, что вот сейчас расходуем. И, кстати, нашла еще тут некоторые пробнички духов. Они, наверное, провалились туда. Надо сейчас достать. Так. Ладно, потом дойду. Здесь такое все, что для компа. А, тут флешка, наушники, салфетки, чтобы поблизости было. Это еще надо, скорее всего, будем подарочки какие-нибудь оборачивать. Или так для красоты еще перед Новым годом успеется сделать. А вот здесь я хотела рассказать то, что выкидываю. Так скажем, пустые баночки, коробочки, которые использовались. Даже не знаю, буду я еще покупать или не буду. Итак, вот эти две коробочки, я уже говорила, они вообще классные. Они так понравились. Но смысл загромождать ими все пространство, когда и так все навалено. Поэтому они мне пойдут в мусорку. А вообще классные. Прям такие, какой-то, не знаю, детство что ли. Далее. Вот это вот из фикс прайса было. Это щипчики для бровей. Вот эти щипчики для бровей. Они, кажется, что новенькие, но я ими на самом деле пыталась уже щипать брови. Они, короче, вообще ужасные. На них не фокусируются. В общем, они друг к другу не соприкасаются. И только я травмирую область, где вот под бровью. Поэтому они мне тоже на выброс идут. Далее. Также из набора фикс прайса мне показалась она совсем бесполезная. Ну, по крайней мере, мне такую неудобно пользоваться лопаточкой. Две вот таких вот нашла кисточки и спонжики. Они у меня просто все уже использованы, поэтому в мусорку идут. Далее. Вот такие вот минеральные тенюшки. На самом деле они классные, но им уже столько лет, что лучше выкинуть, освободить место для нового, так скажем. Пока не освободишь все, не выкинешь старое, новое не придет. И поэтому вот эти три штучки мне идут в мусорку. Ему уже, наверное, года два, если не три. Это минералка. И на лето самые то эти тенюшки. Далее. Это я показывала геническую помаду. Она у меня просто-напросто кончилась витром. Но она вообще самая классная, какую я пробовала на сегодняшний день. Классно защищает, увлажняет. И даже потрескавшиеся губки быстро заживают. Далее. Я выкидываю вот такой вот лак, он полосит. Хоть он вот сейчас кажется, что он такой красивенький, беленький переливается, на ногтях он смотрится ужасно. Сколько бы слоев ни наносила, все очень некрасиво смотрится. Ну да, и один слой некрасиво, все в полосках, два так вообще ужасно. И долго высыхает. Хотя из этой же серии другой лак вообще великолепно сидит на ногтях. И даже когда моют там полы и посуду, не смывается. Невея. Это вообще мне нравится, крема Невея для лица. Очень нравится. Но вот этот вот, почему-то я про него забыла. И у него просто-напросто срок годности вышел аж 5-го... То есть в мае 13-го года, а уже на носу 15-й. И просто, так скажем, жалко на лицо наносить уже просрочившийся. А он еще с таким легким оттенком идет, с коричневым сиянием. Ну, подписана красивая кожа. Ну, жалко, но выкидываю, чтобы не было наверхи, никаких либо там на коже покраснений. Далее. Вот такой вот дезодорант-антипреспирант от Reflame. Если честно, мне он вообще не понравился. Насколько я, скажем так, не поднимая. Вот с этим почему-то дезодорантом у меня наоборот. К вечеру такое ощущение, что я там вагоны разгружала подмышками. В общем, неприятно. Ни запах, ни ощущения. Короче, разочаровалась полностью в этом Actively. Не знаю, может быть они там натуральные. Хотя, хотя, хотя в состав здесь алюминий все равно входит. То есть это уже не натуральный. Ну, короче, в мусорку. Хотя я его почти весь израсходовала. Далее крем для рук бархатные ручки. Мой любимый черный идет. Ну, у меня их много крема пачками уходят. Далее вот эти щипчики. Это из набора FixPrice. Но ни капельки не закругляют, не завивают ресницы. Если сильно сделаешь, ресницы как-то так становятся резко под углом. Тушью провел. Все, они распрямились. Далее, если уже тушью накрасилась, ими делают такой же эффект. Либо тушь осыпается. В общем, не знаю, не понравились мне. Хотя, когда-то давно, еще, можно сказать, в детстве, там мы отбаловались. Там тоже были. Или у мам брали. Не помню, где такие щипчики. Они завивали в сто раз лучше наши ресницы, чем вот эти вот из набора FixPrice. То есть тоже выкидываю, чтобы место не занимало. И вот такой вот крем для тела от растяжек. Он у меня практически кончился. Я сейчас пользуюсь маслицем. Это послеродовые растяжки. Вот этот крем. Ну, я не знаю, может, еще пару раз выдавлю, но там уже вообще очень мало осталось. В общем, тоже идет мусорка. Вот такие вот у меня пустые бутыльки получились. Сейчас я еще доубираю здесь и покажу уже конечный результат. Такой у меня получился результат. Вот так вот я все сложила, как уже вам говорила. Здесь я положила все тут, чем я быстренько пользуюсь. Крема тут дочкины. Здесь у меня все теперь ровненько. Помадки, туши и так далее. Здесь я крема, духи. Так вот новогоднюю тематику я здесь обшила, чтобы не видно было. Тут такие снежинки подоприлепляли. Но это так чисто, знаете, перед Новым годом, чтобы хоть как-то покрасивее было. Вот так выглядит теперь мой стол. Поставила елочку, в которой мы с Максимкой украшали. И тут такие вот подарочки делала. Типа не стала выкидывать коробочки из-под духов. Вот наделала. Ой, в общем, детство в попе заиграла. Пока Аленка спала и Максимка пока спит. Мама, в общем, тут занималась. Это, конечно, вот из общего выходит. Обозрение, так скажем, все некрасиво лежит. Но куда без этого. Там как раз все, что надо близко взять. В общем, вот такой вот у меня мой рабочий стол. Получился новогодний. И вот так вот я все прибрала. Ну все, большое спасибо за внимание. Всех с наступающим Новым годом. Желаю вам новогоднего настроения. Если у вас его нет, то можно вот таким образом, как я, наведя порядок, и украсив к елочке вот такие атрибуты, поднять себе настроение. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока!